Школа представляет собой основу главных жизненных ценностей и предмет благодарных воспоминаний. В нашем случае это школа номер 37 города Кирова с углубленным изучением отдельных предметов, которая в наступающем 2014 году будет отмечать свое 55-летие. Основная задача школы на сегодняшний момент, в момент обновления модернизации российского образования, это, конечно же, научить каждого ученика, подобрать ученику индивидуальный путь развития, чтобы ребенок был успешным, чтобы он каждый день мог радоваться своим успехам. И, конечно же, наша задача – научить каждого ученика и воспитать его гражданином России. С первого дня работы школы возникло незыблемое правило, ставшее законом. Ключевая роль в школе в равной степени принадлежит и учителю, и ученику, и родителям, и социальному партнеру – коллективу Кировского завода «Маяк». Основные школьные ценности вырабатывались многими поколениями педагогов, до ныне хранятся и передаются молодежи ветеранами школы, которые в ней частые и желанные гости. На работу я всегда ходила, всегда, с удовольствием. Я летела на работу, понимаете, я никогда не жалела, никогда не жалела, что я учитель. Отличала, во-первых, что все очень добросовестно и с желанием работать. У нас ведь была пионерская комсомольская организация. Мы были 13 раз победителями пионерских соревнований. Четыре вымпела ЦК ВЛКСМ мы имели. О 37-й школе ходила такая слава, что это элитная школа, что там учат здорово, что там такой коллектив, то есть пример для всего города. Скоро полколлектива, мои бывшие ученики, представляете, я себя чувствую, как в своей тарелке здесь все родные люди. Учителя всегда готовы оказать любую помощь и в учебном плане, то есть в каких-то методических материалах, и готовы ответить на любой вопрос, интересующий вообще даже в плане личных каких-либо проблем. Без модернизации школы невозможно модернизации страны ни в одной сфере. Это слова президента России Владимира Путина. Лидерами модернизации в школе номер 37 города Кирова являются замечательные учителя начальных классов. Без них не было бы ни ученического успеха, не состоялись бы достижения в среднем и старшем звеньях. С 1994 года школой получена лицензия и созданы классы с углубленным изучением биологии и химии по запросу Кировской государственной медицинской академии учащихся и их родителей. Именно поэтому в 2007 году в 37-й школе была сформирована кафедра естественных наук. Учителя химии и биологии – опытные, высокопрофессиональные, известные в городе и области педагоги. Они дают детям глубокие и прочные знания, что подтверждается государственной аттестацией. В 2013 году 10 выпускников школы получили 100 баллов на едином государственном экзамене. 7 из них по химии и биологии. Блестяще ведется в школе преподавания точных наук. Преподаватели математики и физики не оставляют детям ни минуты для безделья на уроке. Они легко доказывают, что непонятное можно понять, если думать. Социализация, конкурентоспособность, гражданская ответственность и патриотизм – не пустые слова для учителей истории и общества знания. Они учат школьников понимать, что справедливо, чувствовать, что прекрасно, желать того, что хорошо. Дважды победителем конкурса лучших учителей России становилась кандидат педагогических наук, учитель истории Надежда Федоровна Критская. Отличные учителя русского языка и литературы знают, как побудить современного школьника к творчеству, сохранить в нем любовь к удивительным книгам, где живут думы прошедших времен, где осталось все, что человечество совершило, передумало, чего оно достигло. Один из любимых предметов учеников 21 века – иностранный язык. Преподающие его педагоги помогают учащимся открыть доступ к огромному духовному богатству англоязычных государств. На уроках иностранного языка учащиеся приходят к выводу, что нельзя стать патриотом, не понимая красоту и величие других народов. Повышению качества модернизации образования способствует и улучшению материально-технической базы школы. В 2013 году удалось обеспечить каждый учебный кабинет и кабинеты для внеурочной деятельности компьютерами. Внедрена единая школьная информационная сеть для реализации программы «Электронный журнал», которую освоили все учителя школы под руководством преподавателей информатики. В современной школе очень важны уроки технологии. Все навыки, а в особенности трудовые, формируются с детства. Тот, кто научился работать руками, научится мыслить и добиваться успеха в будущем. Высший дар, которым награжден человек – это умение понимать искусство. Ведь оно делает человека добрее, служит единению людей. На уроках музыки дети понимают, как прекрасен мир, как он велик, разнообразен и интересен. В здоровом теле здоровый дух. Учителя физической культуры – настоящие пропагандисты здорового образа жизни. В стенах школы работает военно-патриотический клуб «Рубеж». Это еще одна из форм организации внеурочной деятельности школьников. Помогает в гражданско-патриотическом воспитании и работа школьного музея, хранящего традиции и успехи славных лет школы. Музея космонавтики имени Владислава Николаевича Волкова. Активно действует и музей памяти кировчан, ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС, посвященный памяти выпускника школы Александра Геннадьевича Кудрявцева. Современная, светлая, уютная, отвечающая требованиям Санпина столовая на 100 мест – самое привлекательное место в школе, как говорят ученики, и спешат сюда на каждой перемене. О здоровье учеников заботятся работники медицинского кабинета, который соответствует современным требованиям. В работе по формированию здоровьезберегающей среды, в решении возникающих у детей проблем, помогают школьные педагог-психолог и логопед. Наступающий год 2014-й, юбилейный для школы. Мы празднуем 55 лет. И встречать его, несомненно, будем успехами. Я думаю, что мы продолжим хорошую традицию и войдем в 500 лучших школ России вновь. А для этого нужно опять сдать очень хорошо единственный государственный экзамен. У нас было 10 стубальников. Я думаю, что мы их число не уменьшим, но мы точно не уменьшим число медалистов. В 2013-м их было 22, а в этом году будет 23 медалиста. То есть это 23 выпускника школы, которые закончат 37-ю школу только на 5. И успехи, конечно же, будут и в качестве образования. Наши учащиеся учатся на 4 и 5 и составляют это 75%. Сухая цифра, но в ней душа, терпение, успешность каждого педагога. Поэтому юбилейный год я желаю всем, моим коллегам, успешности, терпения и, конечно же, обязательно здоровья.